Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Грабли и мешки наготове. В Самаре на следующей неделе стартует месячник по благоустройству. Привлекай гостей, пока горячо. В Самаре обсудили перспективы туристической индустрии. Быстрее, выше, сильнее. В Самаре прошла спартакиада для людей с ограниченными возможностями. Темпы прошлого года по наведению чистоты не сбавлять. Такую задачу перед главами районов, управляющими компаниями, предприятиями и регоператором поставил первый замглавы города Владимир Василенко. На это дается 30 дней. Месячник по благоустройству стартует уже в апреле. Выходные пройдут с лопатами, граблями и мешками. Про предстоящие традиционные субботники подробнее расскажет Сергей Кизоркин. Ни один мешок мусора не должен остаться в Самаре после апрельских субботников и средников. Об этом напомнил главам районов и управляющих компаний Владимир Василенко на заседании по поводу месячника по благоустройству. Первый замглавы города дал первое задание. За первую неделю апреля ликвидировать свалки, вывести мусор и бытовые отходы с контейнерных площадок. А чтобы указания выполнялись планомерно, каждый район получит график работы, карту с зонами ответственности. По этой же технологии пройдут все субботники. На заседании состоялась и презентация зональной карты от Самарского района. Это карта закрепления территорий за хозяйствующими субъектами района. То есть на этой карте показано, какая организация, какое предприятие убирает какую территорию. Она в первую очередь нужна, наверное, для нас, для того, чтобы мы могли оперативно ориентироваться по территории. И если возникают какие-то проблемы, оперативно принимать меры. Первый субботник в Самаре пройдет на следующей неделе, 6 апреля. В приоритете детские спортивные площадки и территории вокруг них. А также дворы детских садов, образовательных учреждений, больниц. Фасады домов и зданий, остановки общественного транспорта очистят от незаконной рекламы и объявлений. Как только газоны во дворах, парках, скверах и на набережной подсохнут, их тоже начнут приводить в порядок. Чтобы субботники и средники не оставили после себя ни сучка, ни задоринки, уже в эти выходные пройдет по всем районам полномасштабная инвентаризация мусорных мешков, перчаток, лопат, веников и грабель. Первый замглавы города Владимир Василенко лично проверит наличие всего необходимого. Вот та планка санитарного содержания города, которая нами, вот этими сидящими людьми, была сделана в период подготовки к ЧМ, и мы ее выдержали ЧМ, будем говорить, мероприятие планетарного масштаба, нам его население, а выражителям воли населения губернатор не даст опустить планку ни на один миллиметр. Лучше – да, хуже – нет. Вот я бы хотел, чтобы мы все это для себя уяснили. Вывозить мусор и выброшенные вещи, а также мебель со дворов, парков и улиц будут сразу после субботников. Следить за чистотой на контейнерных площадках и своевременным вывозом предстоит ТСЖ, управляющим компаниям и районным администрациям. Сейчас определяются полигоны для бесперебойного приема твердобытовых отходов, а чтобы дисциплина в решении задач была армейской, введена личная ответственность руководителей на каждом этапе благоустройства Самары. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. В Самарской областной библиотеке состоялась творческая встреча молодого поколения с представителем одного из крупнейших авиастроительных предприятий Самары. Это событие посвящено 125-летнему юбилею выдающегося советского авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина. Его легендарный штурмовик Ил-2 является символом боевой славы Самары. Сюжет Елены Малютиной. Когда он впервые появился на поле битвы, немцы, конечно, обалдели, вызывали его страшно смертью черной. Он летал на небольшой высоте от 15 до 50 метров. У него было 4 пушки, 4 пулемета. Об истории самарского самолетастроения Валерий Бальзамов знает все. Заведующий музеем завода «Авиакор» в свои 76 лет проводит экскурсии для школьников и студентов. Традиционная встреча-выставка в областной библиотеке посвящена 125-летию легендарного авиаконструктора, самого массового самолета в истории Великой Отечественной войны, Ил-2, Сергею Владимировичу Илюшину. Илюшин вообще был великий конструктор. То есть и самолеты, видимо, у него были самые лучшие. Вот Ил-18, самый комфортабельный. Это была рабочая лошадка СЭВА. Вот Совет экономической взаимопомощи здесь возили. Ил-62 тоже правительственный самолет. Потом мы сделали первый широкофюзеляжный Ил-86, 350 человек, который брал. Даже современные студенты, которых удивить чем-то сложно, равнодушными не остаются. Анастасия Гордова мечтала оказаться в кабине самолета Ил-2, который является символом трудовой и боевой славы Самары. Первый шаг уже сделала. Мне очень понравилась эта встреча, потому что это такой урок истории, и история, которую нам всем нужно знать. Нужно знать историю родного края, нужно знать историю страны в целом, историю войны для Самары в целом. И в годы войны сейчас авиационный завод, он имеет большое значение. И даже можно сказать, что мы гордимся, что у нас есть такой завод. Мне понравилось. Это было интересно, даже захватывающе. Я узнал много нового об истории создания самолетов с первых уст. Много историй жизни о войне. Это было захватывающе и интересно. Я думаю, это надо проводить более часто. Дорогого стоит услышать эту информацию от человека, который в этом разбирается из первых уст. На выставке экспонируются и удивительные исторические документы авиационного завода Самары. Газеты, фотографии начала 41-го года и по сей день. Российский государственный архив города Самары предоставил закрытые, особо секретные документы. Например, постановление Государственного комитета обороны о том, что эвакуирует завод из Воронежа в Самару, заверенное самим Стариным подписью и печатью. Все желающие могут прикоснуться к истории, увидеть чертежи легендарного самолета, узнать о жизни его авиаконструктора Сергея Илюшина и ознакомиться с секретными документами того времени в областной библиотеке Самары. Елена Малютина, Константин Головин, События. Есть ли туризм после чемпионата? Сейчас эксперты фиксируют снижение турпотока более чем на 50% по сравнению с 2018. В губернской думе обсудили, что нужно сделать, чтобы индустрия не теряла заданный темп. Лариса Шлафаст продолжит тему. 2018-й стал рекордным по всем показателям. Построены новые гостиницы, модернизированы старые. Регион смог предоставить необходимые места для всех прибывающих гостей во время чемпионата мира по футболу. По количеству классифицированных отелей и гостиниц Самарская область по итогам чемпионата заняла четвертое место в России и первое в Привозском федеральном округе. Если говорить о цифрах итогов 2018 года, можно говорить о серьезном значительном росте, который у нас был в этот период. Объем туристического потока по итогам 2018 года оценивается в 1,2 млн человек, что составляет прирост 37%. Объем услуг санаторно-оздоровительных у нас составил 1,777 млрд, что дало рост в прошлом году 33%. Помимо гостиничной инфраструктуры, в Самаре появился туристический центр. Сформированы и отработаны экскурсионные туристические маршруты. Проводились пешеходные и автобусные экскурсии. Сейчас эксперты отмечают резкий спад спроса на эти услуги. Простаивают и гостиничные номера. Тот номерной фонд, который у нас сформировался сейчас на территории города Самары, он позволяет в первую очередь принять достаточно большое количество туристов, во втором случае принять качественно наших гостей и предоставить им качественные услуги. Поэтому в этом году мы продолжим практику презентации туристического потенциала городского округа Самары и гостиничной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе и в городах-партнерах городского округа Самара, что позволит нам в конечном итоге привлечь туристические потоки хотя бы из ближайших регионов и городов. Чтобы повысить интерес туристов, участники «Круглого стола» предложили создавать новые интересные маршруты. Кроме того, представители гостиничного бизнеса обратились к властям с просьбой выйти с законодательной инициативой о снижении налога для отелей. Многим этот бизнес сейчас становится просто невыгодным. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. В мечтах о сладкой жизни. Чем занять себя в декрете без ущерба для семейного бюджета? Все больше жителей города становятся самозанятыми. Самарский кондитер пригласила в гости нашу съемочную группу. Это мне? Да. Это ты сама слепила? Да. Из пластилина? Да. Спасибо, моя солнышко. Пока маленькая Ксюша вместе с бабушкой лепит пластилиновые кексы и пирожные, ее мама Анастасия Филатову отделяет белки от желтков, просеивает муку, месит тесто и создает маленькие кулинарные шедевры на домашней кухне. Юрист по образованию. Девушка начала заниматься выпечкой в декрете. Первый мой торт я испекла два года назад для бабушки на ее день рождения. Это был любимый всеми красный бархат, и с него началась моя любовь и история с тортами. Нет, я не выйду на работу. У меня уже дочь входит в сад, и я поняла, что нет, это уже не мое. Здесь творческий процесс, здесь я принадлежу сама себе. У меня прекрасные заказчики, которые мне доверяют. Мы провели опрос в официальной группе телеканала «Самара ГИС», где предпочитают приобретать сладости на праздники наши зрители. Из них 65% проголосовали за торты из магазинов, 22% покупают у частных кондитеров, а 11% и вовсе не любят сладкое. Тем не менее, популярность домашних кондитерских растет. Сегодня у нас достаточно лаконичный и сдержанный торт с изображением финского флага. Его заказали внуки на юбилей своей бабушки. Эта семья имеет финские корни. В украшении я использую съедобные бусины. Тортик покрыт крем-чизом. Внутри самая популярная начинка сливочной с бананом. Вести страничку в Инстаграм, посещать кулинарные мастер-классы и вебинары. Строго следить за качеством продукции и официально содержать свой маленький бизнес в чистоте и порядке. Совсем не трудно, если знать и соблюдать все правила и законы. Тем более, что Росстат сообщает о росте числа россиян, предпочитающих неформальную занятость. За три месяца в России встали на учет почти 45 тысяч самозанятых. Теперь сделать это просто. Через официальное приложение «Мой налог». Юлия Черняева, Максим Гусев. События. Далее, коротко о других темах дня. Сегодня Московское шоссе встало по направлению в город. Стояла также часть улицы Гагарина. Пробка на Московском шоссе на Гагарина образовалась из-за ДТП на кольце в районе улиц Луначарской и станции метро Московская. Два столкнувшихся автомобиля заняли вторую полосу направления в город. Другие участники дорожного движения, в том числе и общественный транспорт, вынуждены объезжать место ДТП. Движение на «Авроре» также было парализовано. Там произошла авария с участием автобуса. По словам очевидцев, водителя занесло при повороте на кольце Антона Вовсеенко и «Авроры». Переднюю часть автобуса выбросило на разделительную полосу перед кольцом, а задняя часть осталась на дороге и перекрыла одну полосу. Движение встало, рассказал очевидец. Информации о пострадавших нет. Причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции. В Самарской области завершается расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции Шанталы. Силовика подозревают в доведении до самоубийства собственной жены. Тело 40-летней женщины было найдено в октябре прошлого года в колодце рядом с домом. По версии следователей, несчастная решилась на страшный шаг, поскольку супруг участковый многие годы ее избивал. После ее гибели завели уголовное дело о доведении до самоубийства. У женщины осталось двое детей. Сейчас полицейскому предъявлено обвинение. Он дал подписку о невыезде. В апреле дело планируют направить в суд. Трех сотрудниц областного Роспотребнадзора подозревают в вымогательстве денег у индивидуальных предпринимателей за непроведение в отношении них проверок. Основная фигурантка коррупционных уголовных дел – главный специалист-эксперт Тольяттинского территориального отдела областного управления Роспотребнадзора Лариса Булавинцева. Вместе с ней по делу проходят две коллеги – сотрудница отдела защиты прав потребителей Наталья Лобина и главный специалист того же отдела Наталья Пантюхина. В отношении чиновниц возбуждены два уголовных дела по статье о получении взятки должностным лицом, максимальная санкция которой – 12 лет колонии. В первом случае женщины требовали 40, а во втором – 60 тысяч рублей с предпринимателей. В четверг, 28 марта, синоптики зафиксировали превышение абсолютного суточного максимума количества осадков в двух населенных пунктах Самарской области, сообщают синоптики. Так, в селе Новодевичье Шигонского района за минувшие сутки выпало 10,7 мм осадков. Этот показатель побил рекорд прошлого года, когда в селе выпало 6,5 мм осадков. А в Сызрине максимальное зарегистрированное количество осадков составило 11,2 мм, что на 1,9 мм выше прошлогоднего показателя. Настольный теннис, метание ядра, дартс. В Самаре прошла спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. В состязаниях приняли участие около 60 человек со всех районов города. За соревнованиями наблюдала мэри Елчан. Александр Позняков потерял зрение 30 лет назад. Мужчина перенес грипп на ногах, что привело к печальным последствиям. Александр – кандидат в мастера спорта по гандболу. Несмотря на болезнь, физкультуру бросать не стал. Говорит, это то, что придает ему жизненные силы. На спартакиаде в прошлом году ему удалось забрать первое место по армрестлингу. Приехал, во-первых, пообщаться. Приятно провести время. Вместе с Александром поддержать его на соревнованиях пришел друг Сергей. Они дружат уже больше 10 лет. Многие участники спартакиады пришли не в первый раз. Анна Сайдакова занимается бодибилдингом, но на соревнованиях девушка борется за победу в троеборе. Которая включает в себя дарт, бег на 60 метров и фигурное вождение. Это, как сказать, повод, чтобы собраться нам все вместе, пообщаться, не только посоревноваться, но и пообщаться. Городская спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья проходит уже в 18-й раз. Команды на участие готовят районные администрации. В соревнованиях приняли участие около 60 человек по нескольким направлениям. Настольный теннис, дарт, сметание, ядра. Они готовятся к этому событию. Для них это очень важно. Важно победить, важно показать себя. И страсти кипят здесь, ну, самые что ни на есть, олимпийские. И когда смотришь на этих людей, учишься у них мужеству, стойкости, напору и вот всем тем волевым качествам, которые присущи настоящему спортсмену. Они просто молодцы. Семь лет назад, наверное, вот они, каждая команда, были вот разособлены, а сейчас они друг друга знают. У них уже такое вот человеческое отношение, они вот даже среди обычных людей здоровых, такого нет. Лучшие спортсмены, которые займут призовые места, поедут пробовать свои силы на областной спартакиаде. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов, События. Вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Вытяните билет, счастливы вы наш. Жители шестой просеки намерены узаконить и сохранить свои гаражи. Ответят рублем за халатность. Областное правительство сможет штрафовать недобросовестных коммунальщиков. Сохранили паритет. Самара и Урал по разу выиграли в четвертьфинальной серии баскетбольной суперлиги. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok